всем доброго времени суток дорогие мои подписчики и зрители ну а также гости моего канала приветствую вас на своем канале сегодня начинается новая неделя сегодня у нас суббота 6 марта праздник не за горами вот-вот он наступит наш лучший женский день в году ну а я сегодня весь день занималась как всегда выходной день уборкой готовкой ну и вот сейчас вечером присела чтобы повышевать эльзу с анной я говорила в конце прошлой неделе что наверное все такие плотненько так возьмусь за нее по вечерам может быть повышеваю то есть буду брать руки почаще чтобы быстрее и завершить вот сейчас я сижу тут вот закрываю косу сейчас на это ниточка закончится и хочу начать бэк вот этим сегодня и займусь то есть принципе уже вот тут вот верхней части головы анны можно делать бэкстич ну посмотрим насколько это у меня получится ну вот результат сегодняшнего моего вечера потеряла я хотела чем показывать ну ладно будем показывать как всегда пальцами вот еще немножечко я тут косу повышевала и как говорила как предполагала начала делать бэкстич дело это долгое кажется тут мало но на самом деле тут и вот по черным этим ресницам полностью бэкстич проходит очень неудобно плохо видно естественно где проложил стежок где не проложила стежок ну вот в общем я начала вот начала сначала с бровки сюда пошла и вот потом черным взяла глаза бэкстич но попозже еще вы не попозже что попала говорю спать хочу уже завтра продолжу надеюсь что завтра у меня получится продолжить делать бэкстич да надо его сделать вот здесь наверху чтобы уже потом по ходу действия его выполнять иначе потом очень много и долго муторно поэтому надо хотя бы вот здесь на голове его закончить все с глазами я закончила нос пока еще рано потому что надо тут еще личико повышевать потом только носик а вот здесь вот волосы можно сделать его не так уж и мало вот на схеме сколько это вот что я сделала еще вот здесь вот складочки как бы у век не сделала бровку еще сделала ну и вот столько бэкстич мне надо еще сделать все на этом на сегодня все пойдем отдыхать и так сегодня у нас уже 8 марта опять эта неделя вышивальна у меня получится так скажем короткой потому что вчера 7 марта я не вышивала вчера приезжали наши молодые вчера мы посидели ну вот сегодня они не могут хотят вернее отдохнуть 8 числа дома побыть вдвоем я их понимаю поэтому мы вчера посидели вчера мы отметили 8 марта с молодыми кварт тоже приходил друг как я уже говорила в конце прошлой недели что он воскресенье придет с подарками они тут везде не играли нам не мешали взрослым как бы сегодня мы вроде опять все дома но 8 марта опять квали пришел этот же друг жених наш они опять замечательно играли ну и сегодня мы уже посидели я муж и бабушка наша да она пришла мы посидели тут салатик поздравились еще раз и поэтому вот только сейчас 6 вечера когда все разошлись когда я убрала со стола когда проводила мы вариванного одноклассника значит вот только сейчас я собралась вышивать то есть 6 я почти не вышивала чуть-чуть маленькая вам показала там эльзу санна я вышивала или даже не показал то что я их начала вышивать и показала вот сколько вышла по-моему показала три дня прилетели как один день но в голове каша и путаница что уже показывал что не показывала а сегодня сейчас я решила сесть и повышевать вот теплое местечко мне надо там ну хотя бы вот так вот выровнять честно говоря уже немножечко подустала понимаю что лист я не дотяну то есть 4000 это очень для меня много на одном процессе а вот и мне для игры не хватает тут еще сколько-то крестиков ну немало кстати там по моему тысячу крестиков мне надо вытянуть поэтому получается даже не вот эти а вот 600 куда где-то вот так мне надо выровнять чтобы мне отчитаться в игре и идти уже дальше так что вот с этого я сегодня и начинаю ну вот и подошел праздник 8 марта к концу эх завтра начинается новая рабочая неделя благо на на один день будет короче четыре дня нас ожидают рабочих и вот моя корзинка прибавилась на 500 крестиков за сегодняшний день так что растет растет еще помаленьку на 500 крестиков мне еще недостаточно чтобы отчитаться в игре поэтому завтра нас эта корзинка ждет опять ну и всем до завтра вы гляньте на нее я заправляю постель наконец-то спрыгнула не выгод не могла выгнать ее из-под покрывала я ее уже и под попу подпилила и так пробовала это нет бесполезно слушай не некогда сегодня с твоей палочкой выручалочка играть ты думал я брошу все как всегда каждое утро игрушки причем мы сегодня уже долго с ней играли когда еще постель была не заправлена и все равно она не наигралась хотела холмиком показать залезла и сидит там я уходи я постель заправляю не бесполезно побежала на работу сегодня уже четверг а вышивать пока никогда на улице у нас немножко потеплело сегодня минус 5 вчера было минус 2 но снега еще достаточно хотя на дорогах стало так вот уже очень грязненько но сугробы еще лежат видите какие сугробище выше человеческого роста сегодня уже четверг но вышивальная неделя получается короткой вышивать не было некогда получается на этой неделе вышивальной так скажем два вечера я не вышивала вообще два вечера у меня были заняты под стоматологию то есть осталось остается всего три три дня до 3 один день два вечера вот так скажем один но поэтому результаты очень маленькие но не буду растягивать на две недели покажу уж покажу надеюсь что сегодня в четверг я еще немножко повышеваю и может быть завтра в пятницу мне вечером удастся продвинуть свое теплое местечко и тогда я вам уже сразу покажу у меня на этой неделе за эти три так скажем вечера только корзинка на теплом местечке немножко продвинулась и анна сельза и все больше ничего в руки не брала вот мы только обрадовались что теплеет что начал снег подтаивать вот на дорожках но на выходных у нас обещают до минус 22 опять в пятницу завтра будет похолодание к вечеру и выходные минус 22 а по области даже до минус 28 вот так вот не хочет никак нас весна порадовать вернее не хочет зима от нас отступить хотя вроде уже и масленичная неделя идет масленица но 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 надеюсь что воскресенье масле сожгут зиму да на масленицу и и весна придет наконец-то все я пришла с работы такое тоже время 7 вечера пошла домой гляньте на моих девчонок одна сидит воображает вторая варя она хочет спрыгнуть место заняла она же тебе не может на голову прыгнуть алиса слазь оттуда киса слазь все варя ушла уже вот так развлекаемся вечер четверга но я сижу вышиваю вот но пока вам не покажу покажу вам все уже завтра чтобы было интересней варя читает книгу трусы невидимки кролик есть я спел песню ну все не надо нам сюда твою кролика я вообще-то хотела алису показать как ты сидишь читаешь и бусиками этими а алиса тут понимаешь очень заинтересовалась этими бусиками а варя все успевает и читать и с алисой поиграть ой какие бусики смотрите чтобы она теперь их не порвала а то рассыплю все бусики по всей кровати алиса у алисы есть колье да че ты меня кусаешь бусы кусай ну вот и наступил вечер в пятнице алисонька чего ты там нашла кися 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 ну нет и я вам обещала показать что я на этой неделе навышивала и так сейчас я вам показываю теплое местечко от фирмы золотое руно и потом холодное сердце больше как я сказала уже на этой неделе ничего не вышивала вышивальных вечеров у меня было мало и так вот оно теплое местечко как видите корзинку я достаточно хорошо продвинула ну и вообще вот за этот заход как я его взяла в руки в этом месяце у меня вот вышелось наверно где то вот так и еще пустые места закрыла ну я имею ввиду не за эту неделю а вообще как вот я его взяла вот очередным присестом ну я просчиталась как не знаю как у меня так получилось в общем я просчиталась я думала что у меня достаточно чтобы отчитаться в игре но нет сегодня еще раз вот пересчитала и мне еще не хватает 150 крестиков а это значит что я хотела то все попрощаться на следующей вышивальной неделе то есть завтра уже взять свой хайет но придется завтра еще денечек посидеть 150 крестиков этих закрыть корзинки и тогда уже взять хайет так что на это в этом видео мы прощаемся с этой с этим процессом а вообще еще не еще не прощаемся еще в начале следующей вышивальной недельки мы его увидим так что хайет нас ожидает на следующей неделе и показываю вам сейчас холодное сердце ну и вот они заключительные кадры этой недели как видите я уже вам показывала я начала делать у Анны бэк и начала у меня вырисовываться вторая ее коса вот так сейчас выглядит Анна с Эльзой и на этом я свою недельку буду заканчивать мне надо у меня вот цвет ниточек закончился осталось у меня сейчас тут коробочки пустая бобинка где она вот она мне надо теперь лезть в свои запасики искать этот цвет я думаю что он есть потому что тут прям совсем было мало намотана я видимо так специально сначала решила закончить ту бобинку которая у меня была начата у меня здесь сборной ниточки кто-то может не видел вот это у меня ДМС на бобиночках из моих запасов вот ну а вот это все это я покупала СХС каких у меня ниток не хватало вот видите это СХС все на этом буду заканчивать завтра начинается новая вышивальная неделя суббота но мы завтра с Варварой поедем в стоматологию у Варвары в общем не выпал старый молочный зуб коренной ну не коренной наверное это четверка после клыка он идет там внизу а начал резаться уже второй и он вылазит там сбоку в десне у нее уже выклинулся даже она мне сегодня говорит мам у меня тут что-то болит у меня десна болит посмотрю у меня там ни гной ни свищ я глянула а там зуб уже торчит сбоку в десне так что вот поедем завтра с ней к хирургу вырывать старый молочный зуб иначе он мешает тому расти правильно вставать в общем что-то мы прям по стоматологии кинулись у мужа тоже что-то зуб заболел и плюс еще свищ на десне в общем короче ладно никого это не интересует но у нас прям зубная такая эпопея началась семейная а на этом я свою неделю заканчиваю на вот этих моих красотках и на этом всем пока-пока встретимся с вами уже буквально завтра для меня начнется новая вышивальная неделя ну а вы увидите ее через неделю пока 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 я не знаю что я не знаю Продолжение следует...